Значит, что нам с вами, о чем мы должны с вами еще поговорить, следующая тема, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Значит, расчет с поставщиками и подрядчиками за приобретенные товары, работы, услуги с каждым нашим поставщиком с подрядчиком должен быть заключен договор. Сейчас очень важно, важно это для налогового учета, то есть когда мы выбираем себе поставщиков и подрядчиков, мы в обязательном порядке должны проявить предусмотрительную осторожность в выборе поставщиков и подрядчиков, что это добросовестные налогоплательщики, что они своевременно платят налоги. И вот эта ответственность за поставщиков и подрядчиков лежит на организацию, которая заключает договор. Поэтому нас часто задают вопрос, обязательно ли с каждым поставщиком-подрядчиком заключать договор. Конечно, если вы решили купить канцтовары, которые стоят 500 рублей, тут вполне достаточно счета, вы за 500 рублей оплатили этот счет, значит, и вам привезли эти канцелярские товары. Но если у вас серьезная сумма денег, если вы выплачиваете аванс, то договор безусловно обязателен. И вот наличие договора большого, подробного, где прописаны все условия, вся ответственность поставщика и подрядчика, это доказательство того, что вы выбрали этого поставщика и подрядчика, проявив максимально предусмотрительную осторожность. Если вы заключили договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ, своевременно ему оплатили, подписали акт, подписали счет, сделали договор и смету, заплатили ему 2 миллиона 360 тысяч рублей, и оказалось, что вместе с налогом на добавленную стоимость, а он этот НДС государству не заплатил, то когда придут вас проверять, а придут проверять очень быстро, потому что сейчас налоговая проверяет весь налог на добавленную стоимость в режиме реального времени, вы только сдали декларацию, они увидели, и те 360 тысяч, которые вы уже заплатили своему подрядчику, вы еще раз заплатите государству. Поэтому, когда мы сегодня говорим о расчеты с поставщиками и подрядчиками, очень важно проявить предусмотрительную осторожность в выборе своих контрагентов. Поэтому сегодня все организации имеют регламенты работы по выбору поставщиков и подрядчиков, назначают ответственных людей, кто проверяет офисы, кто проверяет информацию об поставщиках своих и подрядчиках в интернете, а потому что о всех своих поставщиках и подрядчиках обязательно должна быть информация в свободном доступе. То есть каждая организация сегодня должна обязательно иметь свой сайт. И только в этом случае вы заключаете договор и начинаете расчеты. Расчеты у нас могут быть по нашему гражданскому законодательству как в рублях, определены по договору, как в рублях, как в условной единице в валюте. Что это означает? Мы платим контрагенты между нашими резидентами, когда у нас резиденты Российской Федерации, две российские компании, у нас расчеты ведутся, например, в валюте, платим в рублях, но задолженность у нас может быть определена как в валюте, так и в условных единицах. Один рубль равен, один доллар равен 45 рублям. Условные единицы. Платим мы по курсу на дату оплаты. По курсу доллара на дату оплаты. По курсу доллара на дату реализации. Это так называемые условные единицы. Либо определена валюта. Если у нас иностранцы, то у нас могут быть расчеты в валюте. Если есть поставщик, расчеты в валюте, то курсовая разница появляется у покупателя. Что такое курсовая разница? Это сумма, на которую увеличивается или уменьшается рублевая величина кредиторской задолженности перед продавцом. Если цена установлена либо в условных единицах, либо в иностранной валюте. То есть мы курсовые разницы. Это все курсовые разницы, изменение курсов. Мы определяем курсовые разницы. Мы пересчитываем задолженность перед поставщиком на каждую отчетную дату. Здесь очень важно понимать. Купили материалы, купили товар у иностранного поставщика, у российского, с которым расчеты мы определили, задолженность в валюте. Мы стоимость товара, материалов не пересчитываем. То есть она у нас определяется на дату учета, а пересчитывается только задолженность, счета расчетов. И вот дебет 91-го, кредит 60-го, если курс увеличился, положительная курсовая разница, увеличился курс, это наш расход. Либо наоборот курс сейчас у нас плавающий, то выше, то ниже. Либо дебет 60-го, кредит 91-го, когда курс уменьшился. У нас тогда получается доходы. Это не надо забывать делать на каждую отчетную дату. То есть у нас пересчет идет только по расчетам с поставщиками и подрядчиками. При этом мы не пересчитываем стоимость активов, ни товаров, ни материалов. Это очень важно понимать. Когда не возникают курсовые разницы? Курсовые разницы не возникают, если мы оплатили товар работы аванс. Вот мы заплатили, курс был 60, получаем материалы позже, в этот момент у нас уже курс 62. Мы его не пересчитываем, мы ставим имущество, товары, работы, услуги, активы. Правильно, мы ставим по курсу авансов. Курсовые разницы не возникают, то есть авансы не пересчитываются. Надо сказать, что авансы у нас не пересчитываются ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете. Это очень важно понимать. Поэтому курсовые разницы в бухгалтерском, в налоговом учете рассчитываются одинаково. Это очень нас радует. Надо сказать, что бухгалтерский и налоговый учет далеко не во всем совпадают. Мы будем на это с вами обращать внимание. Но это так. Но вот здесь курсовые разницы, это с 2015 года, только с 2015 года у нас курсовые разницы в бухгалтерском и налоговом учете рассчитываются одинаково. Если товары, работы, услуги полностью оплачиваются после отгрузки, то после принятия к учету стоимость товаров не пересчитывается. А кредиторская задолженность перед продавцом пересчитывается по курсу либо на последнее число каждого месяца до погашения задолженности, либо на дату погашения задолженности. То есть эти даты так и называются – даты пересчета. Курсовая разница положительная, если курс валюты стал меньше, и отрицательная, если курс валюты вырос. То есть либо доходы, либо расходы организации возникают. То есть товары частично оплачены авансом. То есть вот тут бывает такое, что не полностью мы оплатили товар авансом. Если мы оплатили частично авансом, то в этом случае у нас в части аванса не пересчитывается, а в части непогашенной кредиторской задолженности курсовая разница рассчитывается так же, как и в той первой ситуации. В бухгалтерском учете, еще раз, положительные считаются в прочих доходах, а отрицательные считаются в прочих расходах. То есть мы пересчитываем счет 60-й. А вот если мы основное средство как на 0,8 счете учли, вот у нас основные средства, они учитываются, их стоимость, на 0,8 счете учтена стоимость. А вот на 0,1 уже актив признается основным средством. То есть после 0,8 уже никакого пересчета 0,8, 10, 41, 44 у нас уже курсовые разницы не пересчитываются. Столько счета расчетов. Правильность, безусловно, отражения сумм кредиторской задолженности должна подтверждать акт сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Потому что поставщики, когда нам отгружают, и мы должны в валюте, то есть у нас это счет 60-й, у наших поставщиков 62-й, мы для них покупатели, они также пересчитывают свои доходы. Денег нет, курс увеличился, у них дебет 62-го, кредит 91-го. Первое, это вот появляются курсовые разницы, и они должны будут с этого платить налоги. Акт сверки взаимных расчетов, мы с вами уже про него говорили, насколько он важный. Но для нас самое главное, еще важно он еще в чем, что акт сверки свидетельствует о признании долга и прерывает течение срока исковой давности. То, что акты сверки прерывают срок исковой давности, это очень для нас важно. Значит, если мы видим какие-то ошибки, то есть мы имеем право сделать корректировочные записи, то есть исправить ошибки в счетах расчетов. Все ошибки мы исправляем на основании 22-го стандарта, важный стандарт, исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Надо сказать, что отчетность у нас тоже исправляется. И мы можем, иногда организации имеют по две и по три отчетности. То есть отчетность у нас также справляется, также пересдается и принимается и налоговыми инспекциями тоже. То есть сегодня отчетность у нас абсолютно так же справляется. Значит, если мы находим ошибку отчетного года до окончания года, мы исправляем в том периоде, в котором ошибку выявляем. Это вот очень важно понимать. Вот, значит, помимо правильности отражения сумм дебиторской и кредиторской задолженности на счетах учета, мы при инвентаризации обязательно выявляем просроченную задолженность. Если она сомнительная, то мы с вами обязательно создаем резерв по сомнительным долгам. На всю задолженность, на все счета расчетов. Вот не путаем это с налоговым учетом. В налоговом учете мы создаем резерв по сомнительным долгам только со своими покупателями. Все, что касается бухгалтерского учета, мы создаем резерв по всем сомнительным долгам. Кто нам должен, кому мы должны, мы создаем резервы в обязательном порядке. То есть сомнительный долг, который с высокой степенью вероятности не будет погашен полностью или частично. Сомнительный долг. Долг нам. Долг. Сомнительный долг. Тот, кто должен нам. Вся дебиторская задолженность. Да, мы проверяем все счета расчетов. В 60-70-м выдали аванс сотруднику. Он взял, уволился и исчез. Вот насколько он может быть востребован этот долг. Вот здесь, понимаете, очень важно, еще раз повторяю, очень часто путают с налоговым учетом. Там у нас счета в налоговом учете только покупатели создаются. И резервы, есть свои правила создания резервов в налоговом учете. В бухгалтерском учете мы создаем резервы по всем счетам расчетов 60-х и 70-х. Это не право нашего выбора. Еще раз повторяю, не право. Это наша обязанность. Значит, вот как мы тут создаем резерв. Используем для этого счет 63-й. Это как со счетами 60-ми, так, еще раз повторяю, и со счетами 62-ми с покупателями. В финансовой отчетности дебиторская задолженность по выданным поставщикам, подрядчикам, авансам уменьшается на сумму резерва. Это вот что касается кредиторской задолженности. То есть, когда мы должны списать кредиторскую задолженность? Какие сроки? Истечение срока исковой давности. Как правило, это три года. Срок исковой давности на эту дату мы списываем кредиторку в доход. Ликвидация организации. Это может быть до срока исковой давности. Ликвидировано. Внесли в ЕГРЛ, что ликвидация данной ликвидирована. Исключение организации из ЕГРЛ. Исключили, значит, прощение долга кредиторам. Мы нам простили долги. Это очень сегодня, надо сказать, частая история. Материнская компания, либо учредитель продал нам товар. Мы ему должны год-два, он нам решил простить. Вот нам простили долг. На дату прощения долга, значит, подписали соглашение. Значит, мы учитываем это в составе доходов. Если это наш учредитель, у нас есть право это учесть не только в составе доходов, но это у нас есть право учесть в составе добавочного капитала компании. И тогда у нас это не доход, то есть это не вторая форма отчета о финансовых результатах. Это у нас сразу попадает в раздел баланса, попадает на счет 83-й, и показывается в разделе баланса как добавочный капитал. И надо сказать к нашей радости, что если учредитель нам прощает долги, их можно не учитывать для налогового учета. Но мы об этом с вами подробно поговорим, когда будем говорить про налог на прибыль. Но это очень такой хороший способ. Во-первых, когда компания особенно имеет отрицательный капитал, то есть активов меньше, чем обязательств. А если компания имеет отрицательный капитал, вы знаете, какой риск? Компания может быть ликвидирована, деятельность ее может признана быть незаконной. С такой компанией не захотят заключать договора покупатели. И вот первый рецепт, который выписывают консультанты, аудиторы, что делать, если компания имеет отрицательные чистые активы. Мы обычно говорим, а есть долги перед учредителями, есть. Вот пусть учредитель простит эти долги, эти долги станут капиталом компании, не надо учитывать их для налогового учета, и тем самым вы из отрицательного капитала получите капитал положительный. То есть каждый год министерство финансов и правительство говорит, что они отменят этот у нас пункт в налоговом кодексе, где не признается доходом прощения учредителям, задолженности учредителям. Но пока вот это вот на 2017 год этот пункт в налоговом кодексе остался. Так что это очень приятно.